Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 6 июня 2021 года. На улице 18 градусов тепла. Ночью было всего 8 градусов. Иду в теплицу, хочу сделать обзор. Да вот котёнок мне сломал мои ирисы коричневые. Вот видите, даже как маленький проказник лорду мой. До чего же я люблю эти ирисы. И мне очень, конечно, жалко кустик пострадал от его баловства. Вот зацвёл у меня люпин беленький, красивенький. Разрастётся будет куст шикарный. И розовый цветёт красиво. Ну ладно, не об этом. Это я по пути расстроилась. Выбросила сколько веток ириса своего. Идём в тепличку. Хочу сделать обзор. На 6 июня, как у меня растут помидорчики, что у меня здесь растёт. Какие ошибки я сделала у своей теплицы. Так. Вот это мои помидорчики. Здесь у меня утёнок сидит. Я уже не помню сорта. Где-то у меня поподписанный. Утёнок, да. Ну а что тут вырастет, не знаю. Я позапутала сорта. Здесь и высокорослые, и низкорослые перемешку. Высокорослые я посынкую. Низкорослые я ещё не посынковала. В низкорослых нужно пасынку оставлять 3-4 штучки. Внизу. И всё. Особенно сильно пасынки обрывать нельзя в низкорослых. Ну а высокорослых, вот видите, у меня какой-то сорт. Сама не помню. Я нужно всегда обязательно 3 листочка до соцветия. Но у меня вот чего-то злупило. А, у меня и получается 3 листочка. Правильно. Ничего не злупило. Вот она веточка. И пошло 2 разветвления. Но не во всех высокорослых идёт разветвление. А зависит от сорта ещё. Здесь нужно теперь по раздельности подвязывать. Вот она кисточка. Нужно по раздельности. Кончился шпагат. Привезёт шпагат. И буду... Здесь низкорослые. Если будет сильно густо, значит, я несколько пасынков буду убирать внизу. Здесь у меня тоже высокорослые. Запуталась о сортах, как всегда. Вот помню хорошо, что у меня вот здесь Максимка сидит. Низкорослый. А здесь вот какие-то высокорослые. Не помню. Тут у меня было где-то 16 сортов. Я уже позапуталась о них. Не знаю. Будем, когда плоды созреют, по картинкам определять. Ягодки приживаются. Вот это, видимо, невидимо. Полевой сорт. Очень хорошие помидоры. И постараюсь из них взять свои семена. Совершила какие-то ошибки, что посадила баклажаны в теплицу. Не могу избавиться от колорадов. Но это просто мука. Вот хоть бери эти вот. И выдёргивай их, и выбрасывай. Не знаю, вот насколько у меня терпения хватит. Вот, наверное, возьму их и высажу на улицу. Пересажу. Выбрасывать жалко. Пересажу на улицу. А лучше я посею здесь огурчики. Будут огурчики попозже, в сентябре месяце будем кушать. И перец. Вот жалею, что зря я его оставила. Только занимает место. Вот эти вот шесть штучек вроде бы ничего. А этот, не знаю, отойдёт, не отойдёт. И на улице перец в этом году не идёт. И теплицы тоже не очень. Вот эта большая мамочка. Я сажала намного позже их. Но они теплицы догонят свои. Вот они, баклажаны. Сколько занимают, зря у меня место. Не знаю, посмотрю. Может, грядочку подберу. И я их всё-таки решусь пересадить. Безболезненно, чтобы хорошо обильно палить. Чтоб с комком земли безболезненно. Здесь вот у меня демидов и клуша. Тоже посынковать их не нужно. Так, пойдём теперь на ту сторону. Холодно на улице. Вот она у меня навес. И ветер, как говорится, гуляет. И уже здесь помидоры на букву Г. Видите, нужно здесь делать, хорошо сваривать и укрывать хорошо, хорошей плёнкой. Возошла с другой стороны. Сидел у меня хороший, шикарный куст. Арбуза. Съела медведка. Теперь нужно сажать здесь, на это место, огурец. Чтоб не пустовала зря земля. Ну, а эти вот пока наберутся сил. Пока вырастут. Ну, к сентябрю месяцу, думаю, вырастут. Хотя я травы очень много положила. Здесь у меня вот дыньки алина. Там вот какой-то огурчик растёт. Сама запуталась в семенах и не знаю. Так, здесь вот высокорослый розовый мёд. Ой, обожаю эти помидоры. Розовый мёд. Очень люблю. Вкусные. Ну, а здесь, здесь сажала большую мамочку. Потом чем-то отсаживала. Короче, получилось непонятно что. И здесь тоже непонятно что. Сажала одни, потом подъедались медведкой. Пересаживала другие. Ну, ладно, пускай растут. Так, огурчики. Зелёная лавина. Видите, как отличается от куража? Кураж мощный, сильный. А зелёная лавина, и она немножко попозже. Вот сейчас надо мне всё поподкручивать. Конечно, сидят они у меня густовато. По три штуки. Это, конечно, густо. По два штуки – самое нормальное в ряду. По три – густо. Нос усыпано огурчиком. Посынкую, конечно. Обязательно. Обязательно. Нужно посынковать. А вот здесь взяла макушку, сощипнула ошибочно. Вот теперь отрастает пасынок, оставила. Оставила пасынок. Сейчас я их поподвязываю. Так. А здесь у меня не кураж. Здесь у меня, господи, запуталась весёлая гномики. Очень-очень. Огурчики прелесть. Не хуже куража. А вот это непонятно какое у меня семя. И что? Похоже на кураж. Но не знаю, кураж или не кураж. Мощный такой, красивый. Здесь у меня дыньки и колхозница. Здесь у меня герман. Герман чего-то отстаёт в развитии. Я не знаю. Хотя сеяла вместе его с куражом. Ягодки. Здесь и кокетка, и Настенька уже усы выпускает. Ремонтантная. Здесь у меня дыньки. Там огурдыня. Здесь посеяла недавно огурчики. Кураж тоже посеяла. Здесь у меня два арбузика. Нужно обязательно проложить отравой. А здесь и надо посадить огурчики. Сын привёз китайские огурчики. Сказал, вроде бы китайские купил. Вот здесь посадим мы. Так что в июне будем в сентябре есть. Или в конце августа. Ну, здесь помидоры какие, я не знаю. Здесь вот хорошо знаю, что кони. Но она для открытого грунта. Больше кони. Ну, вот какая-то завязь здесь. Ну, пускай сидит. А это всё идёт у меня кураж. Я просто пересаживала здесь. Вот у меня было лишнее. И я пересадила их туда. Ну, вот и всё, мои дорогие друзья. Показала я вам свою теплицу на 6 июня. Ну, надеюсь, через недельку уже огурчики будем кушать. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Да, вот температура земли у меня сейчас в теплице 21 градус. А на улице, я сказала, вроде бы 18. Небольшая разница. Пока ещё раз. Продолжение следует... Продолжение следует...